Вот, он будет нашими глазами и ушами, будет нам скидывать, точнее мне скидывать, наверное, максимально быстро всякие видосики, там обзор отелей, номеров, мы будем все оперативно это выкладывать, стараться обрабатывать и всяческие скайп-шоу, я думаю, будем делать. Единственное, что с самой арены там не срастется, нам ничего сделать, потому что правила в Вьетнаме будут следующие, типа никаких устройств, типа mp3-плееров, мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов, ничего нельзя будет на арену проносить, ну или я так понимаю, ну нет, скорее всего нет, скорее всего вот такая корзинка, кабинка для хранения этого в холле где-то. Заход у нас на точку А, от атаки за атаку, кстати, начинают опять-таки мисклики, мы сменили карты, ну тему не сменили. Заход на точку Б, пофиксили здесь Реавольта, которая, в принципе, всегда является охранителем этой позиции и поставили даже бомбу. Самая близкая холпа, которая работает, это респа и, ну зачем вы щемитесь в ретейке сами. Тем, еще ничего не остается, как ретироваться, менять позицию на неожиданную, что он, собственно, и делает, пока он закрыт дымами, но позиция его спалина, до последнего садится эксивер диффузить бомбу и эта бомба будет раздефужена, 1-0 в дефе, опять-таки, Ру Леджиндс повели. Чуть кофе наливает, Криш, карту сменили. Я, блин, поставил кофе и не успел. Пить хочется, капец, сейчас. Буду уже хрипеть. Так вот, закончим тему, то есть ничего нельзя будет брать, с арены мы никаких интервью не возьмем, я так понимаю, записей никаких арен, если только до турнира Сергей нам пришлет что-то, мы увидим. А так, из отеля, вот помните, кто смотрел с красными интервью по ходу, когда они не вышли от Ретели, от Бразильеро, не вышли в четвертьфинал, это все сезон второй был, то есть из отеля было такое скайп-шоу. Вот такое что-то в этом роде сделаем, с рулами из Вьетнама. То есть, в принципе, 20 числа ноября, раннее утро по Москве, Киеву и Минску, будем этим всем наблюдать. Новый клиент не поддерживает Watcher, это Watcher не поддерживает новый клиент, будет просто-напросто новый Watcher, я так подозреваю. Так, ну у нас 2-0, вообще, вообще не знаю, конечно, какая игра, что... Как-то вот турнирный Crossfire существует с 2011 года, если брать внешнюю сцену, да, точнее как-то назвать ее... Международную сцену, ну и с 2012 внутренней, но вот как не было у нас конкуренции, так ее нет. Однажды лидер сменился на Еремию, но где-то Еремия сейчас... Нет Еремии... Пока у нас атака, потеряв одного, выходит центр, 2 АВП, что интересно, решили играть рул, а это значит, что... Шлепки, шорты, гавайские рубашки, ну то есть, в принципе, на отдыхе находятся они. Проход в респу от атаки, это... Какая уже... Древнегреческая для мискликов тактика, по-моему... Ну не знаю, первые, не первые они ее придумали, под окном уточкой проползать, втроем, вчетвером и заскакивать потом в респу. Второе окно, вообще-то никто не чакает. Ну тут не срослось, это все-таки рул на банихопе. Пошел на аркаду трик, теряется он на деглее на своем банихопе. Хул уже третий раз подряд, если с учетом предыдущей карты порта брать, остается один. Несколько человек, один в три. Первый раз, один в два, второй раз и опять-таки один в два, и опять-таки он никого не убивает, погибает 3-0. Рулы... Ну и зикаточка, в общем, я не знаю, что здесь комментировать. По поводу мискликов, по поводу рулов, те, ни другие не показывают, наверное, максимум своей игры. Одни, потому что понимают, что, скорее всего, потей, не потей, все равно будешь мертвым и холодным. А вторые, потому что, ну, а зачем потеть, если и так все, в принципе-то, складывается довольно-таки неплохо. Такие вот пироги. У нас, смотрим за дефом, из короткой сенеч фиксит император Лил, сразу же Левайс его разменивает, инфа пошла по точке А, что нет там больше никого, можно заходить, но тут есть Вайс. Вайс, который Ле. Про допинг смешно. Вообще, конечно, если мы бы играли на лане и все бы было намного жестче, то да, отморозить бы, скорее всего, из-за допинга не допустили к участию в турнире. Реавольт зачекал голову, раз, зачекал голову, два, спрейс эмки. Добей, 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 не заходит, боже. Мурат, последний на лоу хп, ну вот тут вот, трик. Трик выбегает и трик убивает. 4-0. 4-0 и бесшансово. Даже бесшансово для рулов. Вообще, скорее, этот полуфинал является проходным, тут больше ждем мы с вами полуфинала под номером 2, где прерогатива Imagination у великие кланы. Вот, и где еще спор не разрешен, но есть подруб, нет подруба. Ну, мы не об этом. Да что, что ты на третье лицо-то переключаешься? Боже, пофиксите это, пожалуйста, это невыносимо. Без шансов, 5-0, зашли на точку, даже бомбу не купили поставить. Я не знаю. Мастфас под точку B. Все идут с... Все идут? Да, все идут с бара. И банан. Приходуется потихоньку. И, ну, даже не удается зайти. Да боже ты мой. И опаздывает стак точки B, ну, тот самый стак, который через бар шел, потому что уже будут оглядываться на точку B. Прекрасно понимая, что не просто так человек на банане оказался, тем более, что инфа по лонгу А собрана. Да, вот он пошел перетяг, то есть все уже в близком ретейке, балкон стоит и спина стоит. И даже бомбу. Только-только успевают занести, а они уже тут как тут. Десалайрис, последний на ребрах, отбиваться в пятерых. Глаза по полтиннику. Да, ничего не срастается. Клин и нызи, в пятером остались рулы, что раунд для себя после дефа будут. После диффуза бомбы будут набирать и, я так понимаю, мисклики даже не поняли вообще, что произошло. Собственно, все было абсолютно очевидно, агрессивно. Длина в который раз играла и инфа была по лонгу собрана еще до того, как банан пофиксили. И, в общем-то, понимание того, что это будет точка B, было абсолютно сразу. Поэтому сразу же убили выходящего из банана, оглянулись. Ну и там же дело техники. Агрессия дефа, опять-таки. Опять-таки, опять-таки, атаки в рассыпную Кокси и Сенитч. Сенитч, Сенитч. Да, ну и то самое время, когда, возможно, в последний раз посмотрим на табуляцию, что у нас тут происходит. Тащит и пытается тащить. Кто? Трика. Трика, все хорошо. Тут пока что Темыч заходит в точку А с бомбой на руках. Ждет какого-то неимоверного... Ну, после предыдущего ранда я бы на его месте тоже опасался. На самом-то деле, сейчас он абсолютно не понимает ситуацию. Думаю, что под решетками кто-то стоял, но... Люди сыграли на этот раз под точкой B абсолютно агрессивно. И вот тут спина в спине. Оказывается, надо за... Ну, куда ты пошел? Ёперный театр. Тем не менее, Мурат... Топором по спине! Да, 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 да. На 100% поняли. Вот теперь все классно. Сыграли, поняли, что точку А будут занимать, потому что была инфа от вот этого, которого зарезали. Они ее просто-напросто кидают и пошли крутить. 58 секунд раунд тайма. Типа дабл фейк. Смотрим за дефом. Деф решил сыграть агрессивно. Сейчас будет просто-напросто стык до контакта. И рулы еще один раунд выигрывают. Два раза классно, а третий раз контрольный был не классно от мискликов. В общем-то, за счет чего раунды проиграли. Сухая пока что. Смотрим два раунда последних в этой половине. И напоминаю, что это первая половина второй карты, где с преимуществом в одну карту выигрывают рулы. 10-3. Они закончили первую половину. Такие вот дела. Ну, я думаю, мисклики должны себя комфортно чувствовать. Дойдя до полуфинала, оказаться в матче за третье место довольно-таки неплохо. Тем более, что проиграли они не кому бы то ни было, а самим великим и ужасным, по крайней мере, на внутренней сцене рулам. Тачи, конечно, народный. Дэнни, ну тут Кокси уже, скорее всего, станет легкой жертвой для... Для рулов 8-0. Ни раунда пока что. Нужна помощь. Калаш Голд, Калаш Клевер и Дигл Сау. Бери Калаш Клевер. Вот, отвечаю. Два ВП решили играть. Мурат и Сенич на этот раз, в общем, не обремененные терзаниями о том, брать ли им раунд или... Точнее, выигрывать ли мы эту игру. Уже по раундам тут конкретно забили. Я думаю, просто на расслабоне сейчас закончат эту карту. Быстро и безболезненно. И, скорее всего, второй полуфинал. Мы начнем пораньше. Если многоуважаемые господа из прерогативы и Imagination не разошлись по своим суперважным делам и не скажут, как всегда, судим фразу типа «Играем по регламенту». На что имеют право, и тут ничего такого нет, но нам тогда с вами придется сидеть полтора часа до следующего полуфинала. Поэтому, если кто-то там слышит меня из прерогативы Imagination, пожалуйста, соберитесь пораньше, чтобы мы хотя бы и начали не сидеть до ночи здесь. Опа. Вот так вот. Ладно, поехали. Вторая половина со счета 9-0. Мы начинаем. Один раунд до победы рулом. И все. Поехали. Рул за атаку. Один раунд и ГГБ. Вопрос в том, будет это сухая или не будет. Это сухая, но это уже вопрос скорее к мискликам и вопрос их морального состояния. То есть готовы они в нулину отлететь. То есть как-то по их имиджу это не ударит. Либо не готовы. Ну, все идет к тому, что, скорее всего, типа они скажут «Мы фанились». Ну, в принципе, я их прекрасно понимаю. Против лома нет приема. Первая половина. А вот уже и вторая половина. Да, все, скорее всего, идет, несмотря на то, что Кокси довольно-таки неплохо сопротивляется, идет к тому, что раунд они еще один не возьмут. Хул такой себе клатчер. Сколько раз оставался, ни разу даже ни одного не убил. Претензия не лично к нему. Скорее, вообще, ко всей команде. Как так он остается постоянно последний один? Где он ходит? И почему не вписывается в систему командную? И второй вопрос, почему не убивает оставшись? Один, коли он на то идет. Ну, тут не последний он. Кокси на троих. Кокси может потащить. Знает он инфу о лонге. Вот у него патронов единственное в калаше нет. И на дигле всего семь. Потащит. Первого тащит. В трика последнего. По хп инфу дают. Что лоу не разбится. Пять. Трик заскакивает на лестницу. Первая пуля не взлетает. Трик будет танцевать до последнего. Это танго смерти. И оп-оп. Опять сбежал. Кокси не дает времени. Кокси подбирает калаш. Фиксит трика. Бомба еще желтая. И поздравляю команду Мисклик. Они не в нулину будут проигрывать, если будут проигрывать эту игру. Но на самом деле Кокси молодец. Вот просто разбивается от радости еще. Молодец. Я не понял, где тут ЭКО. Тут нету. Тут нету, нету ЭКО. Не, вообще, вот просто сесть. Я не знаю, почему не советуются с проигроками, там, с комментаторами, разработчики. Ну, я бы много чего посоветовал. Во-первых, раунд тайм убрать. Пофиксить сразу же. Это вот как первое. Сразу динамики этой игры на 200% прибавило. Можно добавить раундов, но раунд тайм надо убрать. Пусть там не до 9 овер играть, половину там до 10, до 11, до 12, как хотите. Мы заложили бомбу в тот день. Вот время надо убрать. Так, ну и смотрим. Так, втроем остается. Начинают, неужели, мисклики начнут набирать обороты. Все идет. Ну, если тут Вайс сейчас 3 головы и 4 головы соберет, я абсолютно не удивлюсь. На префайере выходят 2 головы. Если бы было 3, то был бы и 3. Надо тиммейта халповать. Но нет. Потому что тиммейт под бомбу стоит на балконе. Ареа Вольт где? Ареа Вольт на планете. Будет драться и кусаться. И хороший он в зажиме практически. Все, вот вопрос к Оксе разминирует или нет. Смотрим за триком. бэнг-бэнг это гг 10-1, поздравляем Рулэдженс они в финале быстрый полуфинал 10-3, 10-1 именно с такими счетами закончились карта Порт и карта Анкара ну а мисклики в матче за третье место мы с вами в ожидании второго полуфинала Imagination против прерогативы я ко всем богам взываю кто может какое-то отношение иметь командам и к судейству над этими командами давайте соберемся пораньше вот ну а пока уходим на паузу ничего не остается как только у меня будет информация я сразу к ней с вам с ней к вам вернусь и скажу а таймер даже не знаю на сколько ставить но вообще по по регламенту на 16.00 думаю что будет быстрее надеюсь что будет быстрее и и пока уходим на паузу кто-то фа-а-ки и и Продолжение следует...